Всем большие приветики, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам показать, что я раскрасила за 2020 год, декабрь месяц. И как вы уже увидели, у меня тут две стопочки. Я так иногда делаю, отфильтровываю карандашные или там красочные работы. И те, которые там под номером, мандалы и прочее. Давайте я их покажу в конце. А сначала я вам покажу те работы, которые, я так понимаю, больше всего любят люди смотреть. И сначала буду показывать те работы, которые я раскрашивала по порядку. То есть, с самого начала и до самого конца. И в раскраске Анастасии Колдревой, когда драконы мечтают, я раскрасила вот эту иллюстрацию. С вот этим денежным деревом. И вот эти два милых, прелестных дракончика. Сначала я хотела раскрасить полностью в таких вот нежных оттенках. Но потом что-то как-то, что-то пошло не так. И я решила оставить так, как есть. Раскрашивала здесь аквамаркерами от Мазари. 120 цветов. Фон у меня здесь выполнен пастельный гуашью. Такой вот нежно-голубой. Но первоначальный вид у меня был немножко другой. У меня здесь был аквамаркер, который потом закончился. И смотрелось отвратительно некрасиво. И я решила все перекрыть вот этой гуашью. И мне вот этот результат намного больше нравится. И в целом я тут больше ничего не добавляла. Никакой гелевой ручки. Не блестящий. Не знаю почему. Обычно я это делаю. Но в этот раз решила ничего не добавлять. В общем, вот так вот у меня получилось. В целом хочу сказать, что работа мне так себе. на троечку, потому что я хотела раскрасить совершенно по-другому. Но почему-то взяла вот этот темно-синий, потом зеленый. И в общем, ну не знаю в общем. Это мне не очень нравится. Следующая работа вам покажу, которую у нас были в челлендже с Вероникой. Ох уж эта палитра. Если кто не видел, я вам оставлю не в описании, а в конце. Это, в общем, по рекомендациям. Я не знаю, как еще сказать. Вот в такой вот палитре раскрашивали карандашами Кахинорман де Лу с размытием. И вот такая вот рамка здесь у этого оленя. Работа вышла так себе, если честно. Она у меня самая не особо любимая. Но я здесь добавляла еще такие блестящие ручки. И сделала вот эту рамочку, как я уже сказала. Именно эта рамочка. Она и выдвинула более, так сказать, в лучшем свете эту работу. Но более как-то скомпонованно, гармонично она стала казаться. Больше я тут особо ничего не добавляла. Только вот такие вот блесточки. Следующая моя любимая работа в челлендже. Это вот такая вот бабочка, которую вам сейчас покажу. Точнее венок с бабочкой. Получилось все очень так прям скомпонованно, не очень ярко. Я в такой вообще в палитре цветового сочетания никогда не раскрашивала особо. Даже если раскрашивала, что я там еще что-то добавляла. Но вот эти вот карандаши, точнее вот цветовые сочетания, прям вот идеально подошли под эту иллюстрацию. И раскрашивала здесь карандашами. Сейчас скажу. Брутфунер. Да. Вот ими я раскрасила. Ну и как видите, тут у меня творческая вот напасть была. Я немножко решила добавить вот какую-то свою дорисовку. В принципе, получилось неплохо. На фоне бесится злато, поэтому прошу прощения. И еще одна иллюстрация челленджа. Это вот такие вот зверьки. Возможно, это белочки. Раскрашивала здесь акварелью. И немного добавляла вот эти вот блестящие ручки. Сейчас попробуем сфокусировать. Вот. Вот такой вот блеск. Раскрашивать акварелью мне в этой раскраске нравится. Я получаю прям настоящее удовольствие. Эта раскраска очень любит акварель. И прям все эксперименты в ней выдерживает. Далее хочу вам показать раскраски Ханны Карлосон. В этих раскрасках мы раскрашиваем вместе с Вероникой. И сейчас вам буду показывать. Давайте начну, пожалуй, давайте с рассветного часа. Здесь иллюстрация для меня показалась очень сложная. И, в общем, я такую раскрашивать не очень люблю. Ну, раскрашивала я здесь карандашами Берлинг вроде бы. И также применяла здесь перламутровую акварель. И обычную акварель. Ну, а также такие сделала я блестки. Иллюстрация, конечно, еще раз повторюсь, для меня такая сложная. Вот цвет баночки, скляночки. Но я вышла вот из ситуации, добавила вот этого блеска. Такие вот жидкие блестки, которые в этих небольших тюбиках продаются. Вот, поэтому... Вот как-то так у меня получилась эта иллюстрация. Но раскраска мне нравится. Следующая... Да, я сказала раскраска, потому что... Потому что мне нравится ее раскрашивать. И следующая иллюстрация. Это у нас во временах года. Здесь у меня получилась, на мой взгляд, ну, для меня очень красивая иллюстрация. Я вообще никогда так не раскрашивала. Но вот, в общем, вот так вот. Раскрашила здесь полностью акварельными красками. Акварельными красками я не помню. Но вроде бы это детская акварель. Возможно. Да, смотрите, это, в общем, снизу детская акварель. А сверху я уже добавляла белые ночи. И, в общем, вот такая вот прелесть получилась. Я не знаю почему, но мне очень нравится эта иллюстрация. Это, наверное, моя самая любимая иллюстрация из вообще вот всего своего раскрашенного в работах. Как вам этот олень? Раскрашивала здесь, видите, тут и шерсть у меня акварелью, в принципе. И единственное, что я добавляла, это вот белый гуашь для того, чтобы придать снег. Также добавляла гелевую белую ручку, чтобы вот эти вот кристаллы акцентировать. И вот здесь вот еще добавила. Это вроде бы блестящая гелевая ручка. Да, и, в общем, вот так вот все красиво смотрится. Я долго смотрела на эту иллюстрацию вообще, в принципе. И когда Вероника предложила раскрасить вот этого оленя, я согласилась с ней. Но я не думала о том, что у меня получится вот что-то вот такое. Но результатом я, правда, очень довольна. И, ну, не знаю, в общем. Очень красивая иллюстрация. Поэтому я надеюсь, что вам тоже нравится. И я ее, что на удивление, раскрасила буквально за час-полтора. На удивление, да. Я не знаю, почему вот такое вдохновение у меня было на зиму. И мне очень нравится, как получился снег. Я вообще снег никогда особо не раскрашивала вот так вот. Но прям, прям неплохо. Сам себя не похвалишь, другие не похвалят. Это всегда так было. Но, правда, вот это, наверное, самая моя лучшая работа за этот месяц. Ну и, в принципе, я так понимаю, за последнее время. Мария Тролля «Сумеречный сад». Здесь у меня есть одна иллюстрация, которую я достаточно долго делала. Потому что я ее раскрашивала карандашами. А карандашами это, вы знаете, намного дольше раскрашивать. Но иногда бывают еще и исключения. Но эта картинка у меня исключением не стала. Потому что я ее раскрашивала примерно дня три, наверное. И уже под конец, конечно, я устала. Поэтому я под конец использовала акварельные краски. И на фоне добавляла вот такую вот крапинку. Ну, из черной краски. Ну, и чуть-чуть добавила белый гель, либо ручки. Вообще, вот такие вот у меня пионы вышли. Цветы, что поменьше, я не знаю, как называются. Но решила раскрасить их, ну, в таком вот холодно-зеленом оттенке. И в целом у меня работа получилась не в теплых оттенках, как вы уже могли заметить, а в холодных. Мне такая идея у себя прям понравилась. Ничего такая вышла. Ну, и, конечно, самые-таки у меня тяжелые моменты были такие, боли вот на которые затратны. Это вот пионы. Я прям их прокрашивала, прорисовывала, очень старалась. Больше никаких я деталей там не добавляла, больше ничего не прорисовывала, потому что, правда, уже очень устала. И оставила как есть. Поэтому у меня есть вот такой вот готовый разворот. Я им очень горжусь, потому что смотрится, в принципе, опять же, неплохо. Как-то вот полноценно. Джоанна Бесворт «Рождественские чудеса». Здесь у меня раскрашена моя недоделка, которую я начала раскрашивать еще в начале этого года, то есть 2020 года. И все никак не могла доделать. И вот, наконец-то я решилась. Здесь у меня присутствуют карандаши «PRISMA COLOR PREMIER», вот первоначальные, которые я раскрашиваю именно в самом шаре. Далее у меня здесь использована на фоне эта водорастворимая пастель от Royal Talents масляная. Так, что-то мне кажется, с фокусом не так. Вот, теперь лучше. И здесь у меня также фломастеры есть и белая гуашь, вот. Ну, а также блестящие гелевые ручки. Вот здесь вот. В целом, в принципе, нормально, но немного как-то все равно непонятно. Вроде бы и красиво, но что-то все равно очень странное. Но в целом, в принципе, в принципе, вроде бы нормально. Также успела я пораскрашивать в раскраске свои новые «Крисмас Чарм». Здесь у меня выполнена всего лишь навсего одна работа. Это вот такая вот. Я считаю, что для первого раза неплохо, несмотря на то, что тут, мне кажется, что-то все слилось в какую-то одну непонятную кашу-малашу. Но в целом, пока результат мне нравится. Итак, что я здесь использовала? Здесь использовала фломастеры. Сначала вот это все мне было прорисовано фломастерами, а потом я добавляла каранаши «Призма Color Premier». Фон у меня выполнен акварельными красками «Белая ночи». И также полностью вверх у меня выполнен красками «Белая ночи». То есть вот так вот я решила сделать. Сначала подумала все полностью раскрасить фломастерами и карандашами. Но поняла, что я устану и буду раскрашивать уже с нежеланием. Поэтому я решила достать краски и закончить иллюстрацию. К тому же, в принципе, получилось очень даже, ну, относительно неплохо. Также здесь добавляла цветные ручки блестящие. Вот, чтобы получился такой вот небольшой 3D-эффект. Я люблю так раскрашивать. Мне нравится, как выходит. И мне тут даже киса получилась красками. Люблю раскрашивать шерсть именно красками. Карандашами тоже, в принципе, но красками мне нравится намного лучше. В общем, вот такая вот у меня иллюстрация. Не знаю, понравится вам или не понравится, но в целом для начала раскрашивания этой раскраски довольно-таки неплохо. Ну, а теперь показываю свои релаксирующие раскраски. И начну с эти забавные фламинго. Раскрашиваем эту раскраску вместе с Вероникой. И в этом месяце мы выбрали вот эту иллюстрацию. Вот такой вот розовый фламинго у меня вышел. Здесь у меня использованы фломастеры и блестящие гелевые ручки. Люблю их использовать. Я, наверное, очень много раз уже произнесла это в видео, что я люблю использовать блестящие ручки. Но, да, обожаю это все так красиво смотрится. Блестит и переливается. Классно. Какую следующую иллюстрацию мы с Вероникой выберем, пока не знаю. Пока нам не до этого. Следующая у меня вот такая вот по номерам. И здесь у меня раскрашена вот такая вот картинка. Такой вот потрясающей красоты водопад. Прям здорово. Мне понравилось его раскрашивать. Следующая это вот такая вот раскраска. Она у меня потихоньку тоже заполняется. И раскрашена здесь вот такая вот мандала. Состоящая полностью из блестящих, из перламутровых гелевых ручек. Вот такими градиентами у меня это все сделано. Мне понравилось так раскрашивать. Раскрашиваю я сначала на работе, там в свободное время. И потом продолжила дома. У меня здесь еще есть, наверное, вы заметили, вот эта вот мандала. Но я ее, к сожалению, не доделала. Я ее собираюсь все-таки доделать. Тоже, в принципе, получается неплохо. Следующая моя новая такая раскраска. Маша с Крисмас. Здесь у меня небольшой такой мишка. Решила попробовать пораскрашивать фломастерами. Фломастерами от Штедлер. И вроде бы получилось. Я старалась мишке такой немножко, не знаю, махровость придать, пушистость. Не знаю, получилось или не получилось, но мне кажется, ну, примерно он так и должен выглядеть. И также, как вы уже заметили, здесь у меня тут блестки есть. Так что этой зимой я планирую пораскрашивать в этой раскраске, потому что она очень красивая. Для меня мне нравится так раскрашивать, особенно тут очень плотные листы. Возможно, у кого-то из вас есть такая раскраска, либо серия раскрасок, но пока почему-то я ни у кого не видела. Не знаю почему, возможно, такая тема нравится только мне. Итак, остались у меня три раскраски по номерам. И первое, давайте я вам покажу, Дисней, том 7. Здесь у меня выполнены вот такие вот две иллюстрации. Вот это у меня раскрашено полностью фломастерами и кисточками. Вот так давайте я вам покажу. Это мультик «Коты, аристократы», старый мультик диснеевский, очень мне всегда нравился. Вот так, это Ромео или Ромеро, не помню, как зовут, а кошечку подавнее забыла, потому что смотрела я в самом детстве. Не помню, как ее зовут. А вот этот, я так понимаю, мультик «Моана», потому что я его не смотрела и все никак, нету времени посмотреть. Но надеюсь, что на этих новогодних каникулах я посмотрю, потому что многим этот мультик нравится. И, в общем, мне очень даже интересно, о чем же он. В общем, вот такой вот у меня разворот получился. Смотрится очень даже красиво. И эта раскраска у меня очень даже такая заполненная считается. У меня вот так вот, видите, заполняется все. И я хочу закончить какую-то раскраску по номерам. И решила начать с вот этого, с тома и седьмого. Буду я усердно раскрашивать, чтобы у меня получилось она целиком раскрашена. Не знаю, как это я смогу, получится или не получится, но хочу, в общем, постараться. Также пораскрашиваю я вот такие вот цветочки. Сейчас перейду по стикеру. Вот такие вот цветы с обложки. Раскрашивала я здесь фломастерами. Если честно, уже не помню, когда я это раскрашивала, но где-то в начале декабря. Очень насыщенная и яркая иллюстрация. Раскрашивалась прямо на одном дыхании. Какими фломастерами я уже не помню, но вроде бы от Берлинга. И последняя иллюстрация... Ой, и последняя раскраска. Это вот такие вот рыбки. И вроде бы у меня тут еще что-то есть. Да, у меня там еще и есть. И здесь я раскрашивала карандашами брутфунер. И как-то, знаете, не очень ярко получилось. Очень-очень бледно. Нужно было все-таки раскрашивать это фломастерами. И следующая у меня иллюстрация. Так. Давайте попробуем найти ее. Так, да. Вот такой вот потрясающий айсберг. Прям классно смотрится, конечно. Немножко тяжело было подобрать цвета. Потому что вот тут немножко они одинаковые. Но вроде бы я справилась с задачей. Конечно, некоторые цвета пришлось заменить. Но в целом мне нравится, как выглядят. Здесь у меня и фломастеры кисточки, и обычный штедлер. Который тоже 120 цветов. В общем, вот так вот у меня получилось. От этих раскрасок я просто испытываю, вероятно, стоящее удовольствие. Я релаксирую. Они классные. Это были все мои раскрашенные работы за декабрь месяц 2020 года. И я вас поздравляю всех с наступившим новым 2021 годом. Желаю вам счастья, огромного здоровья. Чтобы у вас в этом году все сбывалось. Чтобы творческое настроение у вас не погасало. И чтобы у всех все было хорошо. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok